Здравствуйте, меня зовут Светлана. У нас сегодня был мороз на рассвете, минус 33 градуса. Для нас, конечно, это очень-очень жутко. Сейчас 23 градуса минусом. Но несмотря на это, куры ловят в случае солнца. Вот поэтому я сторонник того, чтобы птица наша с вами гуляла. Конечно, у каждого видение свое видение с вашего хозяйства. Но вот мое видение ссылается на то, что птица, как и другие животные, по возможности должны все-таки гулять на солнце. Вот этот витамин D, который мы сейчас получаем с вами, и сейчас который они получают, это только для их здоровья. Конечно, выгул с крышей, солома, ножкам холодно. Ножку-то одну поднимут, то другую поднимут. Но все равно, пытались загнать, все равно выходит. Но не закрываем сарай. Утром, конечно, был закрыт, потому что минус 33, хотя они выбежали. Нам пришлось их опять загонять, пока воду там ставили. Вода не замерзла. Как говорится, все уныние везде, где есть выход из сарая под крышей. Везде на крыше висит ини. Сегодня хочу поговорить о том, какую же породу выбрать нам на следующий год. Ой, на весну. Не на следующий год, уже этот же год. На весну. Чтобы, как говорится, не прогадать, быть и с яйцом, и с мясом. Но есть одна закономерность у птиц. Чем больше яйца, тем меньше мяса. Никуда мы от этого не денемся. Так что тут надо выбирать, что мы с вами хотим. Если мы хотим и мясо, и яйцо, то это мясо и яичные породы. Сейчас я расскажу о пяти пород кур, которые у меня. Три у меня породы. И две-два кросса. Которые остались на сегодняшний день в моем хозяйстве. Что мы уже планировали на весну. Ну, я уже, между прочим, заказала яйцо. Вот, вчера думала-думала и все-таки решила. Будут у меня в этом году. Дай бог всего здоровья и хорошего вывода. И всего-всего-всего. Цветные яйца. У меня вот здесь только одно цветное яйцо зеленое. Ну, что-то мне захотелось разнообразия. Как говорится, разноцветные яички. Раньше были у меня. Ну, вот, уже заказала, записала, стала на очередь. Ну, вот, смотрите, у меня сейчас представитель ливенской породы. Порода эта мне понравилась. Это такие мясные очень птицы. Чем хорошо, вот, как вы видите, сейчас мороз, они гуляют на улице. Так как они теплообъемные. Сиди, моя девочка. Вот, им не особо холодно. И заметьте, у них гребень идет розовидный. Поэтому обморожение у них может и быть, но слабенькое. Потому что гребень больше приплеснут в головке. Птица несется хорошо. Яйцо у нее такое светло-бежевое. Вот, птица послушная. Не крикливая, не дрочливая. Что петухи, что девочки. Вот, порода, конечно, мне понравилась. Вот в том году мы ее пробовали. Я брала. У нас девчонка занимается. Я видела родительское стадо. Поэтому я вот теперь, как, вижу родительское стадо, беру. И то, несмотря на то, что я видела родительское стадо, все равно было расщепление. То есть, порода не чистая. Но мне на выставке не ездить. Главное, чтобы птица была здорова и несла яйцо. Ну вот, смотрите, у меня теперь в руках арпингтон. Видите, петухи сегодня там. Они не выходят. Куры выходят. Птица, конечно, мощная. Это мясо-яичная птица. Начинают нестись 8-9 месяцев. В зависимости. Ну, не бойся, мой хороший. Не бойся. В зависимости от созревания. Птица такая. Ну, они дрочливые. Ну, чуть-чуть пугливые. А когда их ловишь, видите, они очень не любят. Если ливенская сидит, это вот не хочет. Смотрите, какой у нас хвост. Конечно, это вот вообще шикарная птица. Мне просто, когда брали ливенских, она мне дала 3 яичка. И вот из этих 3 яичек вывелись вот эти 3 шикарные дамы. Она уже занеслась, эта птица. Что такое? Да не бойся ты. Сейчас выпустим. На улицу они любят гулять. Птицы не боятся морозов. Гребня, как такового, у них большого нету. Главное, чтобы, как говорится, сверху не сыпало. И была подстилка. Спокойная, уравновешенная. Но только не любит, конечно, она на руках. Не любит, чтобы ее гладили. Но не драчливая. Отпускаем. То, видите, она нервничает. Вот это вот мясной броллер. Птица хорошая. Мне очень нравится. Любители тоже погулять в морозы. Ничего с ними нельзя поделать. Видите, они ловят каждый лучик солнца. Несется хорошо. Вот по тяжести она очень хорошая. Мы там взвешили 4,5 килограмма. Вот сейчас живым весом попробуем взять от нее яйцо, скрестить с ливенского и посмотреть, что будет. Вот, набирает птица массу хорошо. Это в основном больше, она как больше все-таки к мясному направлению. Все-таки это идет больше на набор веса. Тихо не кричи. Еще есть фоксичик рыжий. Вон сидят, греются. Не буду лавить. И редброу. Редброу чуть-чуть поменьше. Но несутся они хорошо. Они вот такие, ближе похожи на доминантов. Даже можно спутать с доминантами. Ну вот, из представителей доминантов. Они по массе такие средненькие, но зато яйценосная птица. Спокойные, миролюбивые тоже. Тоже, видите, как говорится, хотят на улицу. Никуда не денется. Солнце, солнце и солнце. Ну вот, лигорн у меня представитель. Легковесная птица по сравнению с теми, что у меня были. Хорошая яйценосная порода. Легор Далматинец несет чуть-чуть поменьше яйцо, чем белый лигорн. Вот. Птица моим уже два года. Но несутся, несутся они хорошо. Конечно, чуть-чуть у них такой характер. Шелтай-болтай. И им свойственна, это первая порода, каннибализм. Они очень такие вот, досужие, досужие. Так, птица хорошая. Несмотря на то, что на морозы, видите, она все равно влынды. Солнце, я говорю. Это очень важный элемент. Солнце для них важнее даже, чем еда. Они вот стоят. Сейчас мы их, конечно, сейчас их тут покормим. И там, и тут. Они ходят, несутся, выходят опять на улицу. Лаз пока открыт. На ночь, конечно же, лаз сегодня же закрою. Ну вот, пришли мы с мороза. Конечно, очень морозно, очень холодно. Но птица пытается гулять. Зайцы сидят все беленькие, потому что все-таки мороз сильный. Так, о чем мы с вами говорили? Мы держали много пород. Проблема в том, что найти хорошую породу, найти то есть хорошее яйцо, которое будет действительно жизнеспособно, и от которого мы получим дальше с вами хорошую наследственность и хорошее яйцо, не всегда просто, особенно в нашем регионе. Почтой, честно сказать, никогда не пробовала. И что-то мне это самое... Ну, не мое это, наверное, все-таки. Вот. Поэтому вот выбираем породы, которые можем взять. Здесь где-то рядом минимум. До Брянского можем доехать в хозяйство. Но у нас сейчас женщина второй год занимается породами. Вот. О тех породах, которые я рассказала, там много роликов, как говорится, от закладки яйца до цыплят, когда они росли, и тогда это все-все-все. Вот это кормление, все там есть, все рассказано, как говорится. Вот в том году была новая эта вот ливенская, которая у меня еще не была. Мне понравилась порода. Посмотрим, какое от нее будет потомство. Они сидят все вместе породой, не занимаюсь. То есть, нету времени, нету места, по сути говоря, чтобы держать все это раздельно. Вот. Поэтому они у меня идут совместно. То есть, у меня будет получаться помесь деревенская. Попробую скрестить, как я уже сказала, мясного бройлера и ливенскую петухи, петухол. Мне понравились петухи ливенские по, как говорится, как мужской пол. Они очень активные. Даже сейчас в сарае, я их забегала, кормила, они все равно под нашествами, все равно дело свое делают. Бедненькие куры, конечно, но они работают. Потому что многие писали, почему петухи не оплодотворяют кур. Ну, тут много факторов. Есть петухи, есть и возраст петухов. Не забывайте, что возраст петухов имеет тоже очень большое значение, несмотря на все составляющие. А вот, что в этом году я уже себе заказала. У нас две дичонки занимаются. Одна занимается поставками. Многие спрашивали, где вы берете яйцо на инкубацию бройлера. Она занимается поставками с Москвы. Мы ей делаем заказ. Она говорит, что на такое число, такое придет бройлер. Мы делаем заказ, она нам привозит. Все. То есть, она зарабатывает на этом. Она заказывает и привозит все нам яйцо. Сама же выводит. Поэтому, как говорится, ее работа будет видна на лицо. Не знаем еще, когда будут первые поставки бройлера. Еще даже не узнавали, потому что еще только январь. А вот на Амаранов. У меня были уже Амараны. Тогда выписывала я яйцо с Брянска. Мне они присылали газелью. Вот еще транспортом. Я могу понять вот эту пересылку, чтобы было упаковано, как положено. Ребята передавали. И Айруканов. Попробую. Никогда не было. Никогда не держала. Это цветное яйцо. От голубого, салатого, нежно такое. Ну, там большой спектр зависимости у нее. У женщины смесь окрасов. Вот. Фотографии видела. В хозяйство еще не ездили. Обычно мы покупаем за яйцом. И я иду, смотрю у племя. Так. Я видела на фотографии. Но она живет, как говорится, не особо далеко. В любое время можно доехать посмотреть. Но это поближе. Потому что сейчас новогодние праздники. У всех чуть-чуть другие заботы. Но мы записались на март. Рано выводить в этом году не буду и не собираюсь. Потому что, видите, погода какая. И когда у меня тут лигорные жили, это, конечно, кошмар. Ну, так мы, ладно, так заложили. Тут, когда вы собираетесь закладывать раны, надо думать. Во-первых, чем вы будете их кормить. И в каких условиях они у нас будут. А то задавали тоже вопрос. Цыплятам два месяца, когда им можно на улицу. Вы же смотрите по своей погоде. Вы же знаете. Если вы живете на югах, смотрите, что у вас тепло. Ну, там можно, например, днем на солнышко выпустить. Где тепло. У нас, ну как, как я вот двухмесячного цыпленка выпущу сейчас. Ну, получится сразу замороженная птица. Вот. Тут уже надо думать. Вот. Так что мы вот определились уже с породами, какие будем пробовать в этом году. Если еще у нас ничего не изменится, не поменяется. Вот. Вот. Хотела показать яйцо анпектона. Вот. Вот они только занеслись. Вот эти три девочки моих. Видите, яичко такое. По размеру. Цвет отличается. Оно бежевое, бежевое, как розовое такое вот. Что-то у него вот такое есть. Никогда не держала. Это, говорю, просто заводчица дала три яйца. Говорит, попробуй. Сначала я думала, там ничего не получилось. Потому что закладывались мои. У меня были черные петухи от черных петухов. Они же сразу не видно. Но сейчас вот эти три красавицы ходят. Попробуем и их яйцо взять. Посмотрим, что у меня получится. Я великий экспериментатор. Ну, как говорится, мне нужна только здоровая птица с хорошей яйценосностью и с отменным здоровьем. На выставке, как я сказала, мы уже не ездим. Частоту линии мне, как говорится, незачем ее полностью поддерживать. И если работать над частотой линии, это очень большая длительная работа. Ни одного года, ни одного месяца. Мы этим пока не занимаемся. Так что думаем, рассчитываем. И когда вы собираетесь... Единственное, вот еще. Многие, например, вывели бролера. Через три недели у вас простой цыпленок. Они их соединяют. Я никогда это не делаю. Я рассчитываю так, чтобы, например, у меня один вольер, например, освободился. Для малышей у меня есть сарая отгородка. Вот поэтому и вторая дверь в сарае. Как-то спрашивали, почему у вас две дверки. Потому что там перегораживалось. Выгул сразу перегораживался. И у меня были там цыплята. Вот этот, чтобы у меня одни уходили в более большие вольеры. Кто-то уходит в парни. Когда индюки приходят, меняется все вот это вот дело. Я чуть-чуть, чуть-чуть вот это вот, как говорится, просчитываю. Но чтобы не соединять. Например, индюков с цыплятами. Многие содержат кур с гусятами. Нет, я конкретно держу и по возрастам. Потому что самый большой враг цыпленка – это его брат, который его старше. Во-первых, вы не знаете, какое вывелось поголовье, с какими болезнями. Даже в свое поголовье, как говорится, всегда 100% нельзя быть уверенно. Потому что могут передаваться все это по наследственности. Так что, вот думайте. Еще сейчас у нас время с вами достаточно. Можно подумать, посчитать, сколько вы хотите. Чего вы хотите. Хотите именно мясную птицу? Вот, пожалуйста, я вам рассказывала, каких хотите именно на яйценосность. Ну, мясная птица. Например, цветной бройлер, ливенский. Были астралорпы хорошие. Белеферберы, они тоже такие. А вот астралорпы тогда я в СЛА тоже передавали мне с Брянска. Но больше потом они не держали. Вот, поэтому я говорю, с яйцом маленькая чуть-чуть проблемка. Самые яйценосные это Легорновские линии. Легорнов тоже окраса много. Есть вот эти кроссы Легорновские, которые несут вот как тоже яйцо, которое содержится на птицефабриках. Доминанты это больше, конечно, к яйцу, чем к мясу. Но петушки все равно тоже хорошие. Ну, и расскажите, как всегда, как мы любим общение. Какие породы у вас? Какие вам понравились породы? Какие можно привезти, например, в вашей области породы? Вот я говорю про нашу, про наш Киров, Калужская область. Конечно, в Калуге там большое разнообразие. Но это все равно, как говорится, или ехать, или пересылать. Пытаемся крутиться здесь, вот именно в нашем Кирове. Потому что все породы сразу попробовать, ну, просто нереально. Вот так год за годом я пробую что-то новое. Как говорится, какие породы такие средненькие, я их просто отпускаю. Но все зависит еще от частоты линии по этой породе. Например, в один год эта порода может не показать себя. Потому что где-то будут сбои. Другая линия покажет, что супер-супер-супер. Так что рассказывайте, какие ваши породы, какое ваше мнение об этих породах. У нас, видите, еще тыквы. У нас еще весь дом тыква, курочки в этом году никак не скушают. Очень хороший урожай. Так что задавайте вопросы. Буду рада вам ответить.